О, say can you see, by the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Чему радовались депутаты, когда Трамп победил? Слушайте, я в политике не разбираюсь, если честно. А вот предположить вы можете, вот президент в Америке побеждает, да? Госдума в России радуется. Что это, больные на голову, что ли? Нет, ну может они думали, что новый президент, новые отношения будут какие-то. Я не знаю. Тоже не знаю. Чего они радовались-то? Ну, может быть у них было хорошее настроение. Шампанское там открывать стали? Да, ну, может им просто надо было, что повод выпить, не знаю. Трудно сказать, чему они радовались. Уж пора бы вспомнить, что было с Обамой и прикинуть, что может быть с Трампом. Ну вот он уже, он уже заявил, что он будет еще жестче, чем Хиллари грозилась по отношению к России. Трамп против России, я такого не слышу. Последнее заявление. Ну, тогда тем более, значит, просто прогнозы сбываются уже. Мы думали, что они сбудутся позже, а они сбываются уже. Депутаты, скорее всего, не в единии оставались. Это темная лошадка, более чем. Откуда взялся, непонятно. Какое отношение к политике имеет, непонятно. Понятия не имею. Я не обращал внимания, не смотрел. Не видели-ка они шампанское стали открывать там, аплодировать? Я не смотрю телевизор, поэтому не знаю. А вы предположить можете? Предположить могу. В принципе, они радовались при самой победе Трампа, как таковой. Потому что вроде как считается, это не точно, но считается, что для России победа Трампа выгодна. Ну, для международных отношений. Возможно? Что, мы радовались? Ну, наверное, санкции хотели, чтобы отменили. Ну, в надежде, что их отменят. Ну, наверное, что с них снимут санкции, и они смогут ездить в Соединенные Штаты. Радовались? Я думаю, радовались, что, может быть, он нам помогать будет? Хотя вряд ли, думаю, что. Ну, они вроде как надеются, что он будет благосклонен к России и изменит внешнюю политику. А почему они вот все это в бошку вбили? Ну, он несколько раз-то сказал, кажется, так, что он любит Путина или что-то такое. Вот его последнее заявление, он сказал, что он будет еще жестче с Россией, чем Клинтон грозилась. Ну, очевидно, что это так. Не он решает. Ну, не исключительно он, насколько я знаю. У них же там есть Конгресс, Сенат и все такое. Чувак ответственен перед людьми. Вот. Ну, поэтому, наверняка... Поэтому они обломаются, депутаты, да? Наверняка, как бы, ну, все так резко не изменится, как думают многие. Ну, чисто, я думаю, что вы давали желаемое за действительное. Может, себе какой-то имидж хотели сделать. Ой, вы знаете, я вообще не могу говорить о том, что творится в головах других людей. Может быть, они с ним уверены. А тем более у депутатов. Непонятно, чего он хорошее сделает. Вполне вероятно, что в Госдуме есть мазохисты. Я не уверен. Ну, потому что сказано им, я тоже отношусь к этому с доверием. Нет, он Россию воспринимает такую, какую он есть. У него хватает здравого смысла на то, чтобы принимать Россию такой, какая она есть. Поэтому я не думаю, что он сочтет возможным менять Россию. И будет исходить из данности. Как бы, мне ближе Трамп. Может, то, что он неопытный какой-нибудь. Ну, в смысле, что... Будет какие-то поблажки в нашу сторону от него. Тем более он заинтересован. Бизнес в России ведет отчасти. Больше вреда России принесли санкции Запада или продовольственная эмбарго, введенная самой Россией? Я, если честно, не вдавалась в подробности статистики и всего такого. Но думаю, что санкции в целом достаточно привезли вреда нашим компаниям на развитие бизнеса, инвестиционным настроениям в нашей стране. Поэтому мой вариант первый. Не знаю, нет мнения на этот счет. Продовольственная эмбарго – это запрет на ввоз продуктов в Россию. То есть мы сами себе ввели запрет. Ну, путинская власть ввела. Я думаю, что все-таки запрет насчет ввоза продуктов был немного ошибочный, на мой взгляд. То есть от него вреда больше? Да. Трудно сказать. На такие вопросы нельзя отвечать вот так на вскидку. Это нужны экономические расчеты. Это я вам говорю как экономист. А больше вреда России принесли дураки, я думаю. Которые ввели продовольственную эмбарго? В том числе. Ну, ребят, на самом деле мы сторона обороняющаяся. Потому что Запад ввел санкции. Мы пытаемся принять ответные меры. Другое дело, насколько здесь равны силы. Ну, вот от этих ответных мер нам хуже стало? Или все-таки от санкций нам хуже? Хуже кому? Потому что вот ответные меры на Запад не влияют вообще никак. О чем разговор? О чем разговор? Чтобы общаться с Западом на равных? Давайте станем равными. Давайте ВВП поднимем таких масштабов. Давайте хоть что-нибудь за те годы, которые произошли со времени распада Союза, изменим в лучшую сторону, принципиально изменим. А на это нужно десятилетие. А мы пытаемся сейчас, вот, как бы, снабжая мир нефтью, да? Пытаться быть равными. Ребята, ну, нефть это не во главе угла. Во главе угла высокие технологии. А что мы можем противопоставить? Сколково, сплошная коррупция. Или Чубайс, великий нанотехнолог. Ну, это несерьезно. Наверное, от эмбарго. Ну, поскольку там ведь и лекарства тоже не попадают, иностранные, которые, на самом деле, людям нужны, которые лучше, чем отечественные. Поэтому, соответственно, больше, наверное, от эмбарго. Да и то, и то плохо. Как бы, не знаю, где логики больше. Ну, и то, и то повредило. Ну, кому-то, кому-то это и хорошо стало от этого. В том смысле, что какие-то плюсы пошли. Производство, возможно, на нашем каком-то развитии. Ну, это далеко не всем так. Не могу говорить категорично, что и то одно плохо, другое хорошо. И то, и то несет минусы. Ну, есть небольшие плюсы, но больше минусов. Ну, наверное, санкции Запада. Почему вы так решили? Ну, при желании мы продовольственную программу свою могли бы, наверное, решить сами. А почему не решаем тогда до сих пор? Ну, видимо, нет политической воли четкой. Я думаю, что мы сами больше создали проблем внутри. А санкции, в некотором случае, они нам не помогают даже все. Производство будет развивать, наверное. А чего последние 25 лет-то не развивали нифига? Ну, как, деньги от нефти было много, все покупали. Зачем свое производство открывать? Затраты большие. А теперь приперло, да? А теперь да. Будут делать все, да? Ну, я думаю, что что-то сделают. Но на самом деле опять все будет и потухнет. Много времени уйдет на... Сделают что-то? Ну, из опыта могу запустить завод, производство. Это надо, ну, годика-два поработать, да? А Владимир Владимирович Почин обещал 25 миллионов новых рабочих мест. Какому году? Не знаю, какому году, но дело в том, что должна быть программа развития страны, по отраслям там. А где эта программа у пресса, правильно? Нет ничего же там. Сельское хозяйство, легкая промышленность, тяжелая промышленность. Где программа опубликована? По регионам, по областям, по республикам, да? Где чего строить собирается? Какие производства, какие фабрики? Где программа-то? Какие импортозамещения? Ее ж нету, ничего нету.